здравствуйте дорогие братья и сестры на библейский портал экзекет пришел вопрос давно хожу в храм последнее время стали приходить греховные помыслы в храме и во время чтения молитв что со мной не так знаете с вами все так вы абсолютно нормальный человек великий подвижник преподобный антони великий которую мы так и именуем основатель монашества который десятилетия прожил в пустыне своим ученикам говорил о том что нет ни одного человека который свободен от прихода помыслов приход помыслов это наша неизбежная участь пока мы живем на земле чем мы больше соглашаемся с грехом вне богослужения вне молитвы тем ярче и настойчивее эти помыслы со властью приходят к нам когда мы обращаемся к господу вот у такого замечательного ученика преподобного антони великого а в исае леса и подвижника как он обычно называется есть удивительные слова что ты удивляешься когда без твоего разрешения приходит тебе помысл ты же разрешал ему приходить другое время он приходит как своему другу на согретое место представляете какое определение как своему другу на согретое место он часто бывал здесь ты ему разрешал конечно он придет мешать тебе молиться по что молитва ему ненавистно что делать такой ситуации надо во первых смириться с тем что помыслы будут всегда в разной степени зависит от навыка надо понять что помысл сам по себе не является грехом приход помысл становится грехом после того как я понял что это помыслу богу неугодный и остался в нем а вот сам по себе помысл по-гречески произносится просто балл и буквально вброс это вот как информационный вброс у нас сейчас до тебе предложили подумать чтобы начал нервничать переживать кого-то ненавидеть если ты человек внимательно и образованный ты скажешь меня обманывают и отсечешь это не будешь этим заниматься вот так же и здесь и греха не будет если ты отсек помысл греха не будет очень часто у греховных может быть богохульных блудных помыслов которые приходят человеку во время молитвы цель не чтобы ты их принял об этом тоже очень многие святые отцы говорят потому что враг знает что ты их не примешь а цель чтобы ты впал в отчаяние как я мог в таком святом месте в такой святой временной литургии принять эти помыслы горе мне столько лет хожу храм и опустил руки и перестал молиться вот в чем цель она посредование такой как кумулятивный снаряд понимаете он чтобы выжить все внутри тебя принеси богу покаяние даже если ты вот у тебя произошло это сосложение сочетание с помыслом господи прости не мое не хочу принимать не мое не принимаю и восстанавливаю молитву как апостол павел говорит в послании колоссиным будьте постоянны в молитве бодрствую в ней с благодарением то есть вот это бодрствование в молитве и когда молитва она растворена благодарностью богу то есть радостью от общения с ним от того что нам открыто эта молитва наилучшим образом способна защитить нас от вот такого шквала помыслов что ли но до самого последнего дня до самой последней минуты мы будем этим помыслом и атаковано ну как как холодным ветром зимой бессмысленно унывать от того что зима надо просто тепло одеться внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео